Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о героических эпосах Средневековья. Это сказания о дублести и о тяжких испытаниях, во время которых складывались личности народов. Обычно они находили своё выражение в образах какого-то эпического героя, его подвигах. Если сравнить такие эпосы, то можно лучше понять характер каждого народа, у которого есть такой эпос. Мы сегодня сравним два текста, известные, наверное, многим «Слово о полку Игореве» и средневековый французский эпос «Песнь о Роланде». Когда слово о полку Игореве было только предъявлено публике, многие не поверили, что среди произведений древнерусской литературы мог быть такой совершенный текст. Её вообще тогда плохо знали. И стали искать источники, в которых какой-то современный им в конце XVIII века мистификатор мог позаимствовать идею такого произведения. И среди этих источников называли как раз «Песнь о Роланде». Что общего у этих произведений? Общего сюжета. Оба эпоса о том, как герои доблестные, любимые, кстати, авторами, потерпели сокрушительное поражение. Разница, правда, между ними тоже очень велика. «Песнь о Роланде» рассказывает о событиях конца VIII века. А записанные эти тексты были только в XII. За 400 лет такого устного бытования там перепуталось очень многое. Роланда существовал такой человек при Карле Великом. Он был бретонским графом. И когда Карл ходил в завоевательный поход в Испанию, он действительно командовал арьергардом, то есть отрядом, который прикрывал отход войск Карла Великого обратно во Францию. И действительно был разгромлен в Пирене, в Ренсивальском ущелье. Но, правда, разгромлен он был местным горским племенем басков. Они и сейчас там живут. Это древнее очень интересное племя. Оно доставляло массу неприятностей испанской короне. Но при этом баски – католики. А за 400 лет поход Карла Великого превратился чуть ли не в крестовый поход. Баски превратились в сарацинов, то есть в мавров. И предводительствовал им уже совершенно вымышленный сутан Сарагоса Марсилий. И напал он, собственно говоря, на Роланда нарочно по сговору с отчимом Роланда, предателем из французского войска Ганелоном, который нарочно хотел вот таким образом чужими руками со своим пасынком расправиться. В основе сюжета спор между Роландом и его другом, побратимым графом Оливье. Когда французы в арьергарде увидели, какое огромное 100-тысячное войско мавров за ними идёт, они понимают, что им самим не отразить это нападение. И Оливье советует Роланду трубить в рог, пока Карл с основными силами не ушёл ещё слишком далеко. Он вернётся и поможет. А Роланд считает это для себя бесчестием. Они спорят, они ссорятся, они бьются в страшные сечи. В конце концов, Роланд понимает, что он неправ. И, правда, про трубить в рог ему всё равно бесчестно кажется. Но и архиепископ Турпен, который находится, он велит ему трубить с очень простой целью. Конечно, живыми нам отсюда не уйти, но нас хотя бы погребут потом по-христиански. Кульминация песни о Роланде – вот этот зов. Он даётся очень тяжело. Роланд трубит, у него кровь идёт горлом, у него лупается висок, как рассказано. А Карл этот зов слышит. И вначале Ганилон, предатель, всё время пытается ему доказать, что нет, это Роланд просто куролесит, он просто с ума сбродит. А Карл слышит этот бессловесный зов и понимает, какая тоска, какая боль в него вложена. И, как положено в фольклоре, на третий раз не выдерживает. Поворачивает войска и скачет. Все рыцари понимают, что надо спасать Роланда. Они мчатся, но они, конечно, опаздывают. Дальше никого в живых они не застают. Ганилон арестован, его отдают, кстати, под стражу поварам, повара его избивают. Потом происходит поединок, чтобы выяснить, всё-таки был ли он предателем или нет, поединок, суд божий. Это средневековая юриспруденция. На чьей стороне будет победа, на той стороне и правота. Два рыцаря выступают, один за Роланда, уже погибшего, другой за Ганилона, находящегося под арестом. И побеждает рыцарь Роланда, и, соответственно, Ганилон казнён как предатель. Вот сюжет песни о Роланде. Слово о полку Игореве построено по-другому. И когда слово о полку Игореве появилось, сразу было понятно, что это, по крайней мере, точно не фольклор. О слове о песне о Роланде такого с уверенностью никто не скажет. Там очень много фольклорных черт. Сразу было понятно, что это авторская литература. Это очень литературный, хорошо сделанный текст. Причём в нём нету этих несообразностей исторических. Его датируют очень точно, с точностью до двух лет, может быть, даже до одного года. Вот поход был в 1185 году, XII век, и написано слово о полку Игореве не раньше и не позже 1187 года. Вот настолько точно датируется слово о полку Игореве. Исследователи сейчас не сомневаются и в подлинности этого текста. Она доказана точными лингвистическими методами. Это отдельная история, мы не сможем сейчас в неё погрузиться, она очень интересная. И сейчас филологи мечтают о том, чтобы всё-таки найти автора, и выдвигают иногда очень хорошие гипотезы, и найти хотя бы ещё один список этого текста. Потому что ни одного больше текста, кроме того, что был когда-то найденным Усенем Пушкиным, и сгорел в пожаре Москвы, а слово полку Игореве не осталось. Это такой забытый шедевр. Сейчас никто не сомневается в подлинности слова. Чтобы такое подделать, нужен, во-первых, филолог с современным аппаратом знаний о языке, об истории языка. Нужен историк, который бы досконально знал историю русских княжеств приблизительно на три поколения. Нужен, наверное, компьютер, чтобы с этой лавиной знаний справляться. И даже если бы всё это было, это всё равно бы не получилось, потому что нужен гениальный поэт. И когда думали, кто бы мог подделать слово полку Игорева, называли имя Пушкина, но Пушкин не родился, когда был предъявлен этот текст, текст подлинный. Что там происходит? Князь Игорь Новгород-Северский, из небольшого княжества, отправляется в поход, потому что он пропустил несколько походов, очень удачных, в которых другие князья взяли добычу, и ему не досталось. При этом в это время, это время феодальной раздробленности, когда каждый князь держит оборону какого-то своего участка русской земли от половцев, от степняков, кочевников. Князь Игорь собирает небольшую кампанию, не ставит в известность верховного тогда, в общем-то, номинального правителя всей Руси, киевского князя Святослава, и идёт против половцев. Они могли бы и не выходить, потому что их походу предшествует солнечное затмение, это очень плохой знак, но Игорь, вот как Роланд считает постыдным трубить в рог, так Игорь считает постыдным вернуться из похода, если уже пошли, и вдруг плохое знамение такое. Они идут. Первый бой у них удачен, второй бой оказывается страшным, потому что Игорь собрал против себя всю степь. И бьются они трое суток в степи без воды, причём подробности они не описаны в слове «Полку Игоря», они известны из летописи. Этот поход очень хорошо документирован. И подробности этого боя, они говорят много в пользу Игоря, то, чего, кстати, нет в слове о «Полку Игореве». Он приказал своей дружине, конной дружине, спешиться и сражаться, пробиваться к дону, пытаться выйти из окружения вместе с пешим ополчением. Они могли бы бросить ополчение, которое состояло из простых смертных, и уходить на конях, но они никого не бросили и не предали. И предателями оказались Кавуи – это наёмный полк, тоже из степняков, который пытался удрать, его пытался повернуть князь Игорь, оторвался от своих полков и был взят в плен. Дальше происходит катастрофа, потому что не только полк погиб отчасти, отчасти был пленён и продан в рабство где-нибудь в Тарпезонде, но остался без обороны большой кусок русской земли, которую прикрывал Игорь со своей дружиной. И, соответственно, сквозь эту брешь рванулись, продвинулись половцы, и разграбили и города, и сёла, и в плен продали столько русских, что рабы поддешевели на рабском рынке, где-то в Средиземном море. А князь Игорь находится в плену, с которым ему даётся потом бежать. И этим побегом заканчивается слово о полку Игореве. Если песня о Роланде – это, можно сказать, эпос плюс драма, потому что она вся построена на споре Оливье и Роланда, то слово о полку Игореве – это эпос плюс лирика. Она очень сложно построена. Лирика строится не на причинно-следственных связях, не на последовательности, а на ассоциативных переходах. Вот так построено слово о полку Игореве. Автор как будто бы перескакивается дома на другое. На самом деле он ведёт очень ясно свою линию. Например, после разгрома Игоря сразу припоминаются старые усобицы, в которых был виноват ещё дед Игоря. Князь Олег, которого там называют Олег Гориславич, столько горя он приносит. И рассказ очень эмоциональный, в котором присутствуют, кстати, образы народной поэзии, но очень сильные, очень страшные образы. Образы битвы, которая сравнивается с пиром, с посевом, с жатвой. На русской земле редко раты кричали, часто вороны граяли, трупы между собой деля. Вот один образ или другой образ такой же. Черна земля под копыты, кость мы была посеяна, а кровью полито, тугою, бедою взошла по русской земле. Очень понятные, в общем-то, всем людям в это время такие образы. И наоборот, возвращение Игоря из плена, оно тоже предваряет двумя большими эпизодами, очень знаменитыми, которые сюжетно почти не связаны. Игорь бежит один, ему помогает человек, который его как бы опекает в плену. Но одно это золотое слово Святослава, Владимирского князя, который перечисляет всех русских князей, обращается к каждому с рефреном «Встаньте же, постойте за землю русскую и за раны Игоря». Он предлагает русской земле объединиться, князьям объединиться, чтобы защитить Игоря. А второе – это плач Ярославной жены Игоря, которая заклинает стихии «Ветер, солнце, Днепр» и просит, чтобы вся земля помогала Игорю бежать из плена. И Игорь бежит, и земля ему помогает. Вот ещё и не настало главное испытание, ещё не пришли татаро-монгольские орды. А вот это чувство, что земля – это целое, её надо защищать всем вместе, оно вот уже оформилось в слове о полке Игоря. Очень интересно, что осталось в культуре от этих эпосов. От песни о Роланде остался зов, остался рок. Вот вплоть до Толкина, до рогов, раханцев, рахеримов, которые приходят на помощь осаждённому городу. Вот этот мужской такой мужественный боевой клич от слова о полке Игореве остался плач Ярославля. Он вошёл в поэзию, он много раз повторялся, но, может быть, вплоть даже до «Жди меня, Симонова». Вот такой плач заклинания, который помогает воинам в беде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова